Долгосрочная целевая программа развития физической культуры и спорта в Ивановской области работает в регионе уже второй год. О ее результатах поговорили на заседании регионального правительства. Софинансирование программы из федерального бюджета составляет около 30%. Если деньги не пускать в дело своевременно, то и давать их государственная казна не будет. Весь прошлый год был потрачен на разработку проектно-сметной документации. Получено положительное заключение на строительство регионального центра спортивной подготовки олимпийских видов спорта в Заводском районе. Разработана проектно-сметная документация на строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в Родниковском муниципальном районе и городе Тейково. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство дворца игровых видов спорта в городе Иваново. Любопытно отметить, что торжественная закладка капсулы под строительство центра спортивной подготовки в селе Долматово Заволжского района состоялась еще осенью 2009 года. А вот заключение на строительство получено только сейчас. Для сравнения с дворцом игровых видов спорта все решилось куда быстрее. Его строительство на месте депо в Иванове уже началось. Сейчас в областном центре также обсуждается судьба некогда заброшенного стадиона «Буревестник». Сегодня просто идет мошенничество со стороны владельцев этого стадиона, которые выставляют данный земельный участок на продажу якобы для цели строительства жилых зданий или иных хозяйственных построек. Это еще раз хочу отметить совершенно недопустимо. То, что происходит с «Буревестником», это скорее пример единичный для нашего региона. Спортивных объектов с каждым годом все больше. В Шуе сейчас строят бассейн и занимаются укладкой футбольного поля с искусственным покрытием. Новые фоки возводят в Приволжском и Родниковском районах. Всего, по данным Департамента спорта и туризма, физкультурой в регионе занимается более 13% жителей. Губернатора цифра заинтересовала. И он даже решил полюбопытствовать, посчитали ли его самого. Сегодня до конца дня мне принесите посмотреть, какие отчеты пишут главы администрации. И как они вычисляют это количество людей, которые занимаются спортом. Вот такой вот просто вопрос. Вот меня, как жителя Ивановского района, учли, как человека, занимающегося спортом или нет? Расширение спортивной инфраструктуры – момент, конечно, положительный. А вот смогут ли муниципалитеты в достойном состоянии содержать новые комплексы и дворцы – вопрос открытый. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.